Владислав, приветствую! Очень классно находить единомышленников на таком классном тропическом острове, на острове Самуи. Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься сейчас и почему находишься на Самуи? Меня зовут Владислав Громаковский, мне 42 года, у меня три сына и маленькая внучка родилась в этом году. На острове Самуи я принял решение в 2012 году жить зимой в теплых краях. И, собственно, поставил цель и цель выполнил в прошлом году. Я зимовал здесь и в этом году тоже. Здорово, здорово. Слушай, ты сейчас на строедине, твое питание – это сырая живая еда. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому и почему к этому пришел? Ну, ключевой момент в моей жизни – это был 2009 год, когда умер мой отец от рака. И я принял решение в тот момент, что я не только изменю свою жизнь и как-то повлияю на свое здоровье и найду способ быть здоровым, но и максимально повлияю на свое окружение, на своих близких так, чтобы они тоже приняли какое-то решение и оставались здоровыми. А может быть, с какой-то книги начался твой путь? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ну, когда я принял решение стать на путь здоровья, я вообще не знал, что такое сыроедение. И в процессе уже изучения начал изучать много информации. И где-то полтора года я потратил на то, что изучал информацию, читал. И мне попалась такая замечательная книга «Живая еда» Вадима Зиланда. То, что меня потолкнуло, собственно, на сыроедение. Я начал задумываться о том, что все-таки это как один из вариантов хорошие для того, чтобы не только обрести здоровье, но и энергию. И очень-очень много моментов, связанных с сыроедением. Вот. А потом прочитал книгу Виктория Бутенко «12 шагов к сыроедению». Ну, рекомендую прочитать. Ну, много-много литературы. То есть я полтора года только изучал. Вот. Ну, вот эти вот две книги, которые больше всего повлияли на мой выбор именно на сыроедение. Спасибо большое. А скажи, пожалуйста, вот Владислав до сыроедения и Владислав после сыроедения. Это два раза человека? То есть как сыроедение повлияло на твою жизнь? Может быть, какие-то болезни ты избавился благодаря этому? Ну, это два абсолютно разных человека. Вот. В моем понимании. Ну, и в окружении так же самое. То есть меня не узнают люди ни внешне, ни как я веду себя, ни как я реагирую на ситуации и так далее. То есть у меня поменялось все. Личная жизнь, здоровье, внешний облик. Я похудел на 35 килограмм. Сбавился от таких хронических болезней, как псориаз, проблема была с суставами, эпикандилит, так называемая такая была проблема, вазомоторный ренит, астматический бронхит, хронический ларинготрохеид. Очень много всего было. Вот. И, в принципе, ну, самое страшное то, что я привык уже к такой ситуации и не ощущал этих моментов. Многие люди, ну, как и я, в частности, не знают, что такое здоровье. Почему? Потому что мы привыкаем к тому состоянию, в котором мы находимся. Вот. И, в принципе, думал, что так и надо. Все так живут, я так живу, все хорошо. Вот. Сейчас я ощущаю полный сил, себя здоровье, у меня ничего не болит никогда. То есть я не мог раньше встать с кроватями, я болела поясница, болели суставы, все болело. Сейчас я практически абсолютно здоров. Ну, есть моменты, которые еще надо поправить, скажем так. Вот. Ну, в общем-то, я абсолютно себя хорошо чувствую. Поменялась личная жизнь. То есть я поменял жену. Вот. У меня сейчас спутница жизни, которая меня во всем поддерживает. Мы всегда вместе. Она мне оказывает поддержку, любит меня, понимает меня, разделяет все абсолютно взгляды, образ жизни. И все у нас практически одинаково. Мы с ней и живем. А вот тогда встречный вопрос. Вот твоя спутница, она придерживается такого же способа питания, с рейзинья? И смог ли ты бы жить с человеком, который ест традиционно в качестве спутника в жизни? Ну, я не буду выбирать себе другую спутницу жизни. Вот. Но я ее не заставлял, ничего. Просто я давал информацию. И она сама сделала выбор. Это естественный выбор, который я считаю, что все люди, которые осознанно живут, они все приходят к такому выбору самостоятельно. Не надо ничего делать даже до этого. Просто показать пример, и все. Да. Не надо упрашивать, уговаривать. Ничего не нужно делать. Так же самое у нас произошло. Просто я показал, как это. Показал разницу, она ощутила это, и все. Она сама приняла решение, и сейчас тоже сыроедка. Спасибо большое. Владислав, а можешь рассказать подробнее, что происходит в организме человека, когда он потребляет вареную пищу? Ну, первое, что происходит, это закисливание организма. В результате заводятся паразиты. Они очень любят кислую среду. Ну, а дальше хронические заболевания возникают на почве этого всего. И, как результат, они переходят в неизлечимые, смертельные болезни. Как правило, это к 60 годам происходит. То есть человек живет, к 60 годам накапливает паразитов, накапливает всю гадость себе. И к 60 годам уже появляются неизлечимые болезни, которые наша медицина уже как бы не лечит. Ясно. А вот смотри, уровень PH-баланса в организме должен быть щелочным, правильно? Для того, чтобы не размножались различные бактерии. Вот как у страэдов с этим, как к страэду прийти к щелочному балансу? Да никак, ничего не надо делать. Просто он сам по себе как бы нормализуется, потому что все овощи, фрукты, это все они с щелочным балансом правильным. И в результате питания происходит ощелачивание организма и самоочистка. В принципе, оно как бы само все очищается и приходит в норму. Но я рекомендую, ну как я поступал, я проводил много разных очисток по разным методикам, экспериментировал. Вот сейчас я рекомендую, что прочистить кишечник обязательно, перед тем, как переходить. Перед переходом. Да, хорошо, тщательно очистить. Ну, есть методики разные. Вот, я пришел к своему варианту. Ну, в принципе, есть разные варианты, можно тоже экспериментировать. Это все индивидуально. Очистка печени обязательно, печени желчного. И антипаразитарку. Это обязательно, что нужно всем пройти, но я как бы рекомендую. Вот, он можно самому, как бы, просто он сам может очиститься организм. Но все-таки лучше так, насильственно выгнать всех паразитов. Вот, чтобы они не мешали, как бы, нормализовываться организму и приходить в норму. Хорошо. Владислав, расскажи, пожалуйста, как ты проводил чистку печени? Очистительные все процедуры я начал. У нас есть такая замечательная оздоровительная, как бы, клиника, не клиника, не знаю, как называть, система азбука здоровья. Там Светлана Кокшарова со своей методикой, как бы, она рекомендует разные моменты по очистке. Основное, это было первое, это, ну, если говорить о очистке печени, ну, начинается очистка кишечника. То есть, первым делом очистка кишечника. По Кокшаровой очистил касторкой. Вот, ну, подробно себе не буду рассказывать, как это делается касторкой. Потом тюбаж печени, тюбаж печени маслом оливковым. Вот у Кокшаровой это было очень мягко, как бы, и мне понравилось. То есть, там мы делали сначала баня, потом процедуры, там, массажные, там, три массажа было. Отличная очистка. Да. Вот, то есть, это было, ну, достаточно комфортно. Потом ты выпиваешь стаканчик масла с соком лимонным, и все, идешь домой. Все так мягко проходит, все нормально, как бы, без всякого дискомфорта. Потом я пробовал разные методики, тоже, там, по чуть-чуть масло пей, там, с грелками лежать, там, очень жестко это было все. Это было ужасно, но физически. Вот, я понял, как бы, это, это методика для меня, опять же, это все индивидуально. Ну, способов много разных. Есть с травами, есть по Малахову очистки очень хорошие, вот. Ну, очень много есть вариантов. Это надо все пробовать, экспериментировать. Есть методика прописанная, у нас есть один СРЕ-2 действия. Он прописал методику очистки свою, вот. У меня есть она прописанная, там, ну, достаточно длительный, такой поэтапный способ. Сначала кишечник, печень, антипарадитарка, потом повтор опять, вот. Я рекомендую, ну, хотя бы два раза в год проводить очистку. Вот, восстанавливается организм от трех до пяти, до семи, до десяти лет. Ну, полностью очищается и восстанавливается. Вот, опять же, при правильном питании. Вот, поэтому периодически мы, даже будучи сыроедом, там, я уже три года как сыроед, я все равно провожу антипарадитарку и чистим кишечник. Все равно это все накапливается. Нет идеального питания, не существует. Не существует идеальных экологических, да, обстановок. Все равно мы здесь живем, там, вроде бы, как идеально. Мы потом едем к себе, опять в техногенную эту систему, да, кушаем эти техногенные овощи искусственные, которые там же, и нитраты, и химия, это все есть. Вот, и без этого никуда не денешься уже. Это реальность. Вот, не существует идеальных овощей и фруктов. Вот, здесь, может быть, не знаю, я не брал приборы, там, не замерял ничего. Но надеюсь, что, как бы, здесь арбузы и все без нитратов. Вот, у нас же арбузы, вот мы арбузы кушали, в пять раз превышают норму ПДК нитратов. Все арбузы. Ясно. Все арбузы. В любое время года. То есть, сейчас раньше было, там, допустим, в начале года они были отравленные, да, потом они были нормальные. Сейчас они, в любое время года, они содержат в пять раз больше норму нитратов. Потому что они иначе не растут просто. Ну, вот так вот. Понятно. Хорошо. Владислав, давай поговорим о твоем переходе непосредственно на сыроедение. Как долго длился этот переход? Какие были сложности в процессе перехода? С чем столкнулся? Ну, как я говорил, уже полтора года. Я даже, как бы, сначала не ставил цель сыроедения. Просто у меня была цель здоровья, очистка организма. И полтора года изучал. С чем столкнулся? Но основная проблема – это поддержка окружения. У меня не было ни поддержки в окружении, никакой практически. Ну, была небольшая, но мама меня поддерживала. Даже мама спорова? Да. Она меня поддерживала, но все равно там, ну, как же так, ты похудел, скушай это, скушай то. Потому что на 35 килограмм похудеть – это, как бы, ну, психологическая травма для мамы была. Ну, самый важный момент – это окружение. То есть нужно искать окружение, какие-то форумы, группы, в интернете, ну, где-то находить людей, которые тоже переходят, которые за здоровый образ жизни, у которых совершенно другие разговоры и так далее. Потому что это очень важный момент. Физически, ну, по сравнению с психологическим моментом, физически, как бы, не столь страшны. Там были, там, ну, неприятные ощущения, какие-то ломки, может быть. Ну, это все ерунда по сравнению с психологическими моментами, когда все тебе говорят, там, что ж ты делаешь, ты так похудел, ты ж заболеешь, умрешь. Вот это самое, как бы, страшное и такое сложное. Но так все остальное – мелочи жизни. Спасибо. Я тоже столкнулась с этим. Мое окружение тоже не поддерживало меня в начальном этапе. Ну, главное, что мои принципы жизненные мне помогают жить дальше, гармоничной жизнью и чувствовать себя на все сто процентов, в общем. Главное – быть уверенным, ставить цель четко, вот, и не сходить с пути. Спасибо. Владислав, расскажи, пожалуйста, о своем рационе сейчас на день. Что ты ешь? Ну, сейчас, фактически, я, как бы, не задумываюсь вообще о еде. Она у меня всегда есть почему-то под руками. Всегда везде, ну, все, когда мы жили в Украине, везде есть какое-то яблоко, какая-то морковка. Я вообще не переживал и не думал о еде. Сейчас здесь вообще – это просто рай. То есть есть все везде, на каждом углу. Даже мы вчера кокосы срывали с пальмы. Наелись кокосами вообще. Ну, в принципе, ну, так, рацион, что с утра я пью воду. Вот тоже был какой-то момент, когда я отказался от воды. Вот. Ну, сейчас, ну, здесь, не знаю, в прошлом году вообще практически воду не пил. Это арбузы были и кокосы. Сейчас я воду пью. Сейчас у нас профилактическая антипаразитарка, мы тройчатку пропиваем. И пью воду с утра, потом делаю гимнастику, а потом уже там кушаем арбуз, там кокосы обычно с утра такое, как водянистое все такое пьем, кушаем. Вот. Потом, потом идем на море, на море берем с собой фрукты. Какие есть, тоже как бы особо не задумываемся. Там драконы возьмем, там мандарины вот кушаем, мандарины местные, очень вкусные. Очень классные, маленькие. Да, да, да. Подсадили на них. Очень вкусные мы их кушаем. Вот. Потом, что приходим в обед, ну, зелени, здесь очень много зелени. Зелени всем рекомендую кушать, потому что там все есть, все необходимое, те же аминокислоты, кальций, все там есть в зелени. Вот. Мы берем, делаем салаты из зелени, кушаем. Потом все, что есть в холодильнике, все кушаем. Где идем на улице, где стоит макашница там с фруктами, берем, покупаем, кушаем. Супер. Нет или счастья? Ну, главное отсутствие зависимости. Да. Ну, цель у меня такая была свобода. То есть, когда я вижу людей, вот знакомых, друзей, мы с ними гуляем, у них постоянно парят мозги, что покушать. Им постоянно нужно что приготовить, им полдня нужно потратить на эту еду, приготовление в ресторанной сложности. и там пока подождешь, пока приготовят это все. Ну, очень все сложно. Слушай, а как относишься к орехам? Употребляешь ли их сейчас и вообще в каком количестве? Кокосовые орехи каждый день. Ну, орехи мы кушаем миндаль в основном, миндаль, грецкий орех. Ну, здесь вот миндаль сейчас покупаем, Катя любит. Я как бы абсолютно у меня параллельно орехи. Раньше в процессе перехода я ими спасался, орехами. Постоянно их топтал кучами, эти орехи. Потом посчитал много информации и все, я их отставил в сторону, эти орехи. Потому что сложно их переваривать в большом количестве. А сейчас, ну, главное размачивать их. Замачивать. Замачивать. Да, вот мы миндаль размачиваешь, он получается похож на свежий миндаль. Свежий миндаль, вот мы в Крыму, часто отдыхаем в Крыму, мы свежий миндаль кушаем. Вот это классно вообще. Вам повезло, вы пробовали свежий миндаль. Да, это очень вкусно, свежий миндаль рекомендую. Ну, кокосовые орехи, тоже орех. Очень вкусно, мякоть, я ем постоянно мякоть. Говорят, что она восстанавливает хрящевую ткань, межпозвоночные диски, вот мы топчем орехи. Тоже очень любим орехи, я тебя понимаю. Кокосовые орехи. Владислав, а занимаешься ли ты сейчас спортом на Самуе? Я сейчас занимаюсь... Ну, такая атмосфера, не знаю, как-то расслабляющая. Вот мы приезжаем, ничего не хочется делать. Вот, ну, обязательно сейчас у меня такая привычка, каждое утро в 6 утра сделаю оковозрождение или 5 тибетских жемчужин. Вот, это, ну, железное правило сейчас у меня. Ну, считаю, как дисциплина, это путь к свободе. Я раньше думал, что привязка вот к какому-то расписанию дня, там, делать зарядку или там что-то, бегать каждый день, да, это плохо, это какая-то зависимость. Но на самом деле дисциплина, я убедился сейчас, что дисциплина – это путь к свободе. Вот. И вот я делаю зарядку, и мне классно. Вот, ну, я считаю, ну, как бы физические упражнения, постоянные, регулярные физические упражнения – это очень важный фактор, который влияет на здоровье. Потому что в среднем это не все. Это контрольный пакет акций, 51% успеха – это питание. Вот. Но все-таки есть еще и физические нагрузки, и психосоматика – очень важный момент, вот, на котором хочу остановиться. Я, в 2012 году, у меня была язва двенадцатиперстной кишки. Будучи уже сыроедом, вот все, все уже обрадовались, ну вот, твое питание, ты доигрался. Вот. На самом деле была, на самом деле была другая совершенно ситуация. У меня был прошлый брак, и мы тяжело очень расходились, и очень много было переживаний. Вот. И никак я не мог поставить точку, ну, в наших отношениях. И как раз вот это и повлияло на мое здоровье. И я убедился, что психосоматика и внутреннее душевное спокойствие, отношения, любовь, близкие, окружение – это очень сильно влияет на мысли, а мысли влияют на здоровье. Вот. Поэтому помимо питания – это физические нагрузки, психосоматика. И психосоматика бывает часто, она преобладает над всем. То есть можно быть и питаться, и физические нагрузки – все хорошо, но если с мыслями не в порядке, то ничего не поможет. Вот. Есть еще такое понятие, как… Как это называется? Генетика. Генетика. То есть врожденные какие-то генетические моменты тоже. Их нужно учитывать. Очень важные моменты. Вот. Ну, экология – тоже очень важный момент. Мне так нравится воздух на Самуи. Да. Шикарный, чистый, свежий воздух. Вода из крана, не знаю, ну, все говорят, там, не пейте воду из крана. Я сейчас пью только воду из крана. Я взял прибор, который замеряет там содержание солей в воде. В кране вода идеальная вообще. Просто идеальная. 90 миллиграмм на литр воды солей, содержание солей – это просто идеальное содержание солей. В бутылке 300, а в кране 90. Вот. Поэтому я перешел только вот с крана пью воду. Вот. Очень хорошо. То есть экология очень важная. Это воздух. Очень важно, чтобы он был живой воздух. Вот. Здесь он живой. Вот. В городе, в техногенной системе, да, в которой мы живем, там. Там этого нет. Ну, есть способы тоже, опять же, там, ионизаторы, очистители воздуха. То есть в доме в своем можно создать такую атмосферу близкую к идеальной для того, чтобы максимально поддерживать здоровье. Вот здесь же ничего не надо делать. Да. Воду с крана пей, воздух дыши, солнцем наслаждайся, море купайся. Вот. Все есть. Это очень круто. Да. Спасибо за отличные рекомендации. Владислав, можешь ли дать советы нашим зрителям и читателям по поводу правильного перехода на сыроедение? Может быть, расскажешь еще подробнее, с какими ты ошибками столкнулся? Чего стоит не делать? Вот как правильно перейти? Ну, что я порекомендую? Не идеализировать ничего. То есть не принимать каких-то там таких резких решений, да, там, и там, все, вот завтра я сыроед, и все, и будет мне счастье. То есть этого не делать. Нужно постепенно, не методом отказа, чтобы не было психологической травмы, потому что в мыслих, если мы там, да, откажемся от чего-то и будем себя грызть, еще вокруг окружения будут тебе там, ну, съешь, ну, съешь, зачем тебе это надо? Это очень плохо скажется на результатах. Поэтому не отказ, а замена. То есть менять один продукт на другой продукт, менять там какие-то привычки, да, в жизни, там, смотреть телевизор на пробежки. То есть путем замены что-то менять на другое, на одно менять на другое. То есть плохие привычки менять на хорошие привычки. Вся наша жизнь это привычки. Ставить цели обязательно, письменно прописывать. Для того, чтобы поставить цель, нужно определить, в каком месте ты сейчас находишься, то есть точку отсчета. Это провести диагностику, медицинскую диагностику, хорошую, качественную диагностику провести, чтобы знать, в каком состоянии твой организм, чтобы знать, куда идти, к чему стремиться. То есть нужны цифры и показатели для того, чтобы поставить цель. Ставить цель нужно в цифрах, четко, с датами. У меня были вначале, это первые цели, это мой вес. Ну и такое, я сделал визуализацию, как я должен выглядеть. Вот, сделал там фотошоп, коррекцию фигуры. Сейчас ты просто великолепно выглядишь. Просто не на свой возраст, абсолютно. Очень стройный, очень потянутый. Вот супер, правда. Спасибо. Я видела фотографии, которые были раньше. Ну да, раньше я был чуть-чуть другой. Ну, то есть нужно прописать четко цели. Желательно, я бы сказал, даже обязательно объявить их цели публично. То есть для чего? Опять же, чтобы легче к ним приходить, к целям. Лучше их опубликовать даже, скажем так, в социальных сетях, всем знакомым объявить о своих целях, о своих намерениях. Вот, чтобы все знали, куда ты идешь, чтобы потом тяжелее было съехать с этого пути. Ни шага назад. Да, чтобы не было отступлений. Почему так? Потому что если есть, так человек устроен, если есть возможность не делать, человек не будет делать. Вот, а если нет вариантов, то тогда человек делает. Ну, в такую ситуацию нужно себя ставить, чтобы не было вариантов отступлений. Тогда все получится, все будет нормально. Ну, побольше информации, читать книги. Вот, я рекомендую кого? Зеланда. Это «Живая еда». Первое, что я прочитал, апокрифический трансерфинг. Бутенко, Виктория Бутенко, если кто собирается уже переходить на сыроедение. Виктория Бутенко «12 шагов к сыроедению». Хорошая книга. Вот. Что, без фанатизма. Никого не заставлять, не тянуть с собой. Вот это важный момент. Потому что вначале у меня тоже, у меня крыша съехала, все. Там все «давайте со мной, там все, это классно, ребята, давайте». Ну, все только пальцами покрутили, вывискаемся. Уже и поубавилось. Да. Ну, в принципе, быть готовым к тому, что поменяется окружение. Поменяется не только образ жизни, не только здоровье. Поменяются мысли, а с мыслями поменяется вся жизнь. Вот. Это может и поменяться и место жительства, и семья может поменяться, и работа может поменяться. Ну, все-все-все может поменяться в жизни. То есть надо быть к этому готовым, к тому, что все поменяется. Владислав, спасибо тебе огромное за интервью. Я думаю, что ты сегодня дал очень ценную и полезную информацию наших зрителей, читателей. В частности, для меня. Буду следовать твоим советам, буду чистить печень свою, поэтому у меня этого еще не происходило. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. До свидания. До новых встреч, друзья. До свидания. Друзья, если вы желаете поддерживать отличную физическую форму, а также вместе со мной переходить на Сырые Денья, подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада вашим комментариям. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова